Привет, китаец, я Романович, и в недавнем времени я вам обещал тест-драйв китайского велосипеда. Погнали! Сегодня суббота, а значит старт самой глобальной распродажи на планете Земля. 11.11. Да, сегодня 10 ноября, именно в 16.00 по московскому времени начинается распродажа. Ваша задача в данный момент зайти и собрать все оставшиеся купоны, и второе, успеть занести в корзину товары, чтобы получить монетки. Ссылка будет в описании, как это сделать. Ну и самое главное, что кэшбэк-сервис Letyshops, конечно же, вас не оставил без внимания и в очередной раз разыгрывает призы на 1 миллион рублей. Рюкзак, зубная щетка Xiaomi, умные часы, смартфон Huawei P20 Lite целых 10 штук и 5 ноутбуков от Xiaomi. Что касается условий, вам достаточно зарегистрироваться по ссылке в описании в кэшбэк-сервисе. Если зарегистрированы, осталось всего одно движение. Сделать любую покупку с кэшбэком, и вы автоматически участвуете в конкурсе. Чем больше покупок, тем больше билетов и тем больше шанс выиграть денежные призы. Ну и самое главное, на момент распродажи действует повышенный кэшбэк. Как его активировать, будет информация тоже по ссылке в описании. Желаю всем удачи на этой распродаже. Погнали! Буквально до сей поры я не сталкивался с китайскими велосипедами. Да, я слышал, что там на Алиэкспресс, на JD, кстати, с JD этот велосипед пришел, продаются велосипеды. Но я им не придавал значения, потому что, ну типа, я понимал, что там вроде бы, ну Китай, ну типа, что с этого взять? С другой стороны, мне всегда казалось, что это как-то проблематично, чтобы сюда, в Россию, ну или там в Украину, в Беларуси, в другие страны СНГ все это дело доставили. На самом деле, проблем нету с этим спокойно в посылке, 20-килограммовый. У меня лично так происходило, потому что он весит 20 килограмм. Мне пришло, без проблем. Но единственное, есть нюанс. Если ты здесь идешь в магазин у нас, то ты, получается, спокойно пришел, говоришь, мне нужен вот этот велосипед. Ты его загрузил, скорее всего, к себе в багажник, и он уже будет полностью собранный. Нюанс китайского велосипеда в том, что вам нужно его будет самостоятельно собирать. В моем случае было неплохо, то, что всего лишь не было переднего колеса, всего лишь. То есть заднее было, что еще не было, ну, педали не были вот эти вот прикручены сами, да? И еще не стояло тормозов, вы сами видели в распаковке, не было руля, не было сидения, все это было в комплекте, но я имею в виду, они не были прикручены. То есть, если все это, у вас руки из правильного места растут, вы спокойно можете себе прикрепить это все дело и не париться. Если руки не из того места растут или не до этого ни разу не собирали велосипед, то здесь, наверное, будет немножечко проблем и нюансов, потому что ключи, откровенно, они дерьмо кладут в комплект. То есть нужно будет отдельно ключи покупать, нужно отдельно будет что-то соображать со сборкой, если вы до этого не сталкивались. За 16 тысяч рублей китайцы сюда запихали литье. Для меня, понятное дело, это вообще дико нестандартно, с другой стороны, литье, в принципе, в обиход уже на велоспорте давно вошло, особенно если касается каких-то соревновательных планов, да, там вообще велосипеды на литье, но они вообще очень бомбезно выглядят. Но все-таки у нас в обиходе, в большей степени, ну, в городе я вижу люди, ездят до сих пор на спицы. Здесь и литье, у него есть как минусы, у него есть так и плюсы. Я сейчас беру велосипед, да, вот, и я его разберу, ну, типа для мужика нормально, а вот для девушки подымать на пятый этаж, это уже, конечно, прям борода. Так как это маутинбайк от китайцев, то здесь у нас вилка, которая регулируется, опять же, под дорожные условия. Ну, то есть, типа, смотрите, мы берем, ставим вот сюда, вот в это положение вилку, и она начинает играть, она начинает играть, она начинает ездить, кстати, вот, давай сразу к этому минусу, вылетает эта чашка, подарок был, вылетает, неудобно, шимана, понятное дело, это не шимана, это китайская какая-то подделка, но она постоянно вылетает, и, как бы, ты ее постоянно норовишь потерять. Итак, давайте с вилкой сразу разбираться, вот я вам показал, что в таком положении она гуляет, смотрите, если ставим вот в такое положение, она фиксируется, то есть, каким-то образом вот здесь вот в вилке есть механизм, он стопорит, прям чувствуется, что маленький люфт какой-то есть, но ты куда-то упираешься. И вот в этом положении она опять начинает играть, все зависит от положения, она может играть сильнее, она может играть слабее. Итак, зачем нам вся нужна эта дюлюгая телега? Смотрите, вот мы едем по вот такой вот, по пересеченной местности, вот смотри, погнали по пересеченной местности. Итак, что у нас здесь? У нас здесь препятствия, у нас здесь кочки, и, понятное дело, начинает уже жопко-то болеть, и отдача от руля сильная. Но так как у нас вилка гуляет, то есть, вот такие вот ухабы и кочки, я преодолеваю достаточно спокойно, я бы сказал, ну как, наверное, типа безболезненно, можно так сказать. Вот, очень хорошо, когда вилка регулируется. Хороший ли здесь ход вилки? Могу сказать, что да, достаточно неплохой, но, опять же, честно, мне сравнивать, опять же, сильно не с чем. Ну-ка, сейчас вот здесь попробуем. Да, да, вот вы видите, обалдеть она как ходит. И опа, шимана тормоза затормозили. И видите, как ты при торможении мгновенно тебя не ударила об руль, а ты такой, опа, и погряз в этих вилках. Идем дальше. Здесь у нас стоят комплектующие шимана. Понятное дело, это не шимана. Люди, знающие, сказали, что это не шимана. Скорости переключаются достаточно приятно, достаточно плавно. Иногда случаются какие-то западания. Я скажу так, что, в принципе, неплохо, особенно людей, которые начинают ездить. Но вот, что касается в дальнейшем, то здесь возникают вопросы. Люди, которые уже повидали что-то другое, наверняка будут плеваться от этого. Что еще? Педали. Педали, я уже говорил в тесте, что... Подожди, а очень интересно. Ты смотри, они разошлись потихоньку. То есть, изначально педали вообще очень слабо крутились, то есть, вокруг своей оси. А сейчас ты потихоньку-то смотри. А, ну смотри, левая, левая. Правая разошлась, левая до сих пор вот такая вот. Ну, это, короче, педали на любителя, но они достаточно крепкие. Нога практически не скользит. Ну, я бы сказал, добротненькие педали. Здесь, как написали, опять же, углеводород. То есть, если здесь это прям чувствуется основательно, то здесь прям очень легкая рама. Металл легкий. Ну, и есть небольшой люфт руля. Не знаю, с чем это, опять же, связано. Может быть, каким-то образом, каким-то специальным китайским ключом здесь можно вот это все протянуть. Но обычным, я не знаю, я такого ключа не видел. Товарищ, который мне помогал, он такого ключа не видел, хотя у него есть велосипед. Ну, то есть, типа, ты когда захотел подтянуть рулевую, но остался ни с чем. Китайцы здесь как-то по-своему сделали. Я не знаю, как ее подтягивать, но какой-то люфт именно вот отсюда присутствует. Но в дальнейшем вы увидите, как мы его устраним. Ну, и последнее, наверное, о чем стоит поговорить, это дисковые тормоза. Я не знаю, насколько у нас, опять же, люди привыкли в России пользоваться дисками, тормозами на велосипеде. Это не дешевое удовольствие. Но здесь дисковые тормоза присутствуют от китайцев. Я бы сказал, что справляются они неплохо. Велосипед, конечно, это все охеренно. Но есть одна проблема. Музыки на велосипеде нет. Можно, конечно, купить JBL Flip 4, как в основном делают велосипедисты. Ребята, которые меня смотрят, мне очень часто писали о том, что мы с Flip 4 гоняем на велосипедах с друзьями. Это вообще кайфово. Недавно я видел мужика с Flip 4. Мужик такой лет 40 ехал. Вот на руль, правда, зацепил. В основном, кстати, под бутылку. Здесь крепление дерьмовое, китайское. Но если хорошее, то вместо бутылки вставляют Flip 4 и погнали. Но, типа, это звука не хватает. Ну, типа, Flip 4 есть Flip 4. А мы-то, все люди, которые колонки, типа, овладеют, немножко дебилы. Так в комментариях называют, типа, ребята, есть наушники, не надо покупать колонки, есть наушники. Поэтому дебилы вот такую вот огромную колонку постараются сегодня приделать китайскому велосипеду. Вот тогда китайский велосипед наконец-таки станет актуален. То есть вот сюда наша задача сегодня с помощью черной изоленты, вот такой вот ПВХшной, у нас есть 20 метров, 4 штуки, вот эту колонку сюда соорудить. Если мы сможем еще с ней проехаться, то это вообще будет бомба. И, знаете, мне самое нравится, что она так здорово накренилась в сторону водителя, в сторону велосипедиста. То есть, получается, немножечко, чтобы она туда не заваливалась, а она таким образом, типа, прилегла. Кайфово, кайфово. Самое главное, что если все четыре матка израсходовать, то можно будет протестить вообще руль нового поколения. Вы просто это видели. Здесь уже, я не знаю, ничего не надо делать. Вот просто управляй диджейский пульт, прибавляй громкость, уменьшай, переключай треки, коннектий с другими колонками. Это идеально. Это идеально, китайцы. Почему за вас я придумываю такие доработки? Мне так нужны твои крылья, чтобы дотянуться до облаков. Пока не стали мы пыль, станем лучше фрагментами снова. Изначально немножко люфт есть у руля. То есть мы как только не пробовали вот здесь вот закрутить, то есть я не знаю, у китайцев, наверное, какой-то спецовый ключ есть, чтобы максимально закрутить рулевую вот эту. Но мы не смогли закрутить только рукой максимум. И все равно есть небольшой люфт на кочка. Когда встала джебель бумбок сюда, ну сколько она весит, сейчас так навскидку, ну килограмм, наверное, 12-15-ти, то она пригрузила руль и теперь этого люфта вообще практически нету. То есть максимально жестко теперь сидит руль, максимально он посажен. Вы меня спросите, удобно ли управлять? А что здесь неудобного? Вот они ваши барашки, да? Он здесь схватился и погнал. Колонка вообще тебе не напрягает, не мешает. Единственное, смотря для кого вы эту колонку. Если вы для окружающих и показать, какой вы охеренный, надо динамиками вешать, как я. Ну я не, я такого не хотел, конечно, но мне нужно было, чтобы логотип джебель, чтобы вы видели меня. Короче, если вы включаете музыку для себя, то вам нужно ее повернуть в эту сторону. Следующее. Дебиловый после этого или не дебил? Здесь действительно, субъективно, колонка играет достаточно жестко и мощно. И, казалось бы, да, в лесу ее использовать. Ну типа всех зерей разбудишь, рыбаков распугаешь, охотники тебе нахер в жопу выстрелят в соли. Если ее использовать в городе, ну ты будешь тоже дебилом. Ты нарушаешь покой во дворе у себя. Ты нарушаешь покой, я не знаю, людей, которые рядом с тобой отдыхают. Это тоже я согласен. То есть, мне до конца непонятно. Изобретение есть. Вот оно, изобретение отсюда, легло сюда. А что дальше с этим делать? Мне реально непонятно. Где-нибудь вот на такой шумный трассе, где мы сейчас снимаем, наверное, можно гонять. Но если это вот толк какой-то, хер его знает. Сейчас мы сделаем глобальный тест. Я думаю, что перед экранами вы все очень хотели, чтобы это произошло. Типа, ну это все понятно. Дорога, не дорога. А вот что будет по пересеченной местности. Как себя поведет эта колонка? Ну, максимально. Сейчас, возможно, протестим. Огромный плюс сегодняшней локации для съемок, то что здесь дорога на контрасте. Сначала она выглядит вот таким образом. То есть, здесь практически, ну кроме вот этой трессины, нету никаких ухабов. Ну, а потом она переходит в какую-то дичайшую колдыбу. Но потом мы еще и съедем на землю, чтобы уже было более понятно, как себя ведет велосипед. Итак, погнали. Как я вам обещал, сначала идет вот такого плана дорога. Вот такого плана дорога. Едем, просто летим. Кайфово вообще все крутится. Потом мы переходим тихо. Дико неудачное падение смартфона. Короче, ну мы продолжаем. Итак, вот они. Колдыбы, колдыбы. Нормально себя ведет Лясик. Без проблем. Мы немножко читерим. Опять колдыбы, колдыбы. Поэтому, смотрите, ничего не гремит. Ничего не бьет. Педали крутятся достаточно легко. Съезжаем на пересеченную местность. Ух ты, ух ты. Вот это и экшен. Еле вырулил. Съехали на пересеченную местность. Так, неплохо. Неплохо идем по дороге. Смотри, какой конь верный. Набирает и набирает обороты. Честно, не знаю, куда идет эта дорога. Надеюсь, в овраг не съедем. Ага. Она еще и петли какие заворачивает. Ты погляди на эту сучку. Ладно. Едем туда. Будет правильным решением. Конечно, рулить одной рукой – это дико неправильное решение. Господи. Не зря в качалку ходил пять лет. Хоть руки в велосипед держат. Осенний лес. Что может быть еще прекраснее. Здравствуйте. Все прекрасно. Но количество параши просто заставляет тебя, ну я не знаю, рыдать. Вот вы посмотрите, опять какие-то колеса бы, какие-то коробки. К чему это все? Не срите, пожалуйста, в лесу. Лес – это охеренно. Лес – это, я не знаю, но это искусство, это природа. И если мы не будем срать, то, блин, лес нам будет отдавать. Значит, как грибы поехать собрать, там, я не знаю, пару мешков, а может пару десятков мешков. Так прямиком в лес. А как насрать вот это вот все, так прямиком опять же в лес. Рыбы половить? Ну-ка, природа, давай-ка, чтобы желательно килограмм двадцать-десять поймать. А насрать опять же в лес. Я не говорю, что про всех, что так происходит, но дебилов реально хватает. Ребеди, смотрите, в очередной раз показываю, как чехлы важны для здоровья ваших смартфонов. Ну серьезно, какой бы вы ни были аккуратный, еще что-то, ну всякое бывает. Вот это вот сейчас у меня образовалась вмятина. Да, это не очень хорошо. Вот, даже немножко, видишь, корпус скрипт сходил. Это не очень хорошо, но это вообще ничто по сравнению с тем, что могло бы случиться с моим смартфоном, если бы не было чехла. Скорее всего, до свидания дисплей, скорее всего бы до свидания, я не знаю, может даже камера. Потому что, видите, у меня это все было полноценно. Раз откололся спереди, где камера, и снизу откололся чехол. Мне велосипед понравился. Мне кажется, свою цену он отрабатывает. Дальше я жду адекватного мнения в комментариях, чтобы вы рассказали, а стоит оно того или не стоит. Возможно, есть какие-то лучшие варианты. Возможно, вы прям мне скинете в личку ВКонтакте или в Инстаграме, в Директе скинете ссылку, что вот этот купи и не пожалеешь. Он лучше, чем вот этот Кубин. Возможно, будет и такой расклад. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. Самое главное, что я надеюсь, что поддержите этот видос лайчиной. Ну и подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Там много всего интересного. Этот был обзор маутинбайка из китайского интернет-магазина JD. Ссылка на него в описании. Ну и также не забывайте, что 11.11 и там будет распродажа. Ставьте на колокольчик, не забывайте. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok